Оживленная магистраль в районе Задворцев пользуется популярностью не только у автовладельцев, но и у пешеходов. В этой части города живет немало брещан, многие из которых держат путь с работы домой в темное время суток. И многие забывают носить с собой фликер. Согласно статистике, каждое второе дорожно-транспортное происшествие происходит по вине пешеходов, причем в большинстве – нарушителей женщины. В госавтоинспекции считают, что о своей безопасности должен заботиться сам пешеход. Тогда эти цифры будут значительно меньше. На территории Брестской области крайне сложная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием пешеходов. Можно констатировать следующее, что каждое второе ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов. То есть из 48 погибших в 30 случаях пешеходы погибли по своей вине, причем 17 из которых не были обозначены световозвращающим элементом. В соответствии с правилом дорожного движения пешеход, двигаясь по краю проезжей части в темное время суток, обязан обозначить себя световозвращающим элементом. И неважно, освещенный или не освещенный участок дороги. Как показывает статистика, что в основном травмируемой категорией пешеходов являются женщины в возрасте от 50 до 55 лет. Небольшой, но очень заметный фликер может сохранить жизнь и здоровье человеку. Проведенный инспекторами эксперимент это подтверждает. При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заметить пешехода, равно 25-30 метров. А если у человека есть светоотражающий элемент, то оно увеличивается до 130-140 метров. А водитель, который едет в автомобиле с включенным дальним светом, может увидеть фликер в состоянии 400 метров. Использование светоотражающего элемента сокращает риск наезда на 65%. Должен быть со светом, ну и чтобы была курточка светоотражающая. Фликер, конечно, надо в темное время, особенно здесь, в водоре нету, машины ездят, не всегда могут даже заметить, когда люди ходят. Приходится порой выходить в такое позднее время, и чтобы не переходить дорогу, потому что не всегда машины даже могут остановиться и пропустить, чтобы на ту сторону. Приходится сюда уходить на остановку. К сожалению, как показал рейд, не все брещане соблюдают пункт закона, который гласит о необходимости выделить себя из темноты с помощью светоотражающего элемента, несмотря на то, что знают об этом. Тогда и получается, что люди попадают под колеса автомобилей по своей халатности. Однако многие уверены, что зимой фликер крайне необходим, особенно детям. Кстати, рекомендуется носить его либо на груди, либо на бедре. В рамках акции участников нарушителей не наказывали, но предупреждали о необходимости присутствия фликера на верхней одежде. А также дарили маленькие светоотражающие подарки.